Иду проверять в толовушку, онкнулся, вот такой череп тут в лесу валяется, не знаю чей-то. Комаров много. Становил в толовушку месте, где много-много видел помёта. Говорят, что лосиного, не знаю. Ну да, помёр большой, много его. Сомневаюсь, что там что-то попадётся, но иду проверять. Стояло недолго, три дня что ли, но всё равно. Сегодня выходной, почему бы не сходить и не проверить. Не взял средства от комаров, сгрызли уже. Немножко осталось дойти, посмотрю. Так, воспользовался я этой штукой, эта ловушка. Воспаковка у меня была немного ранее. Неделя у меня простояла в лесу. Покажу качество видео, которое я на снимаю. Фотографии не стал делать, то это довольно неплохо для такой ценовой категории. Купал я за 2 с чем-то, плюс EPN дарит скидку. Так, ну расскажу плюсы и минусы. Плюс, конечно же, цена. Постояла она под дождём очень долго, ни кабельки в неё не просочилась. Легко крепится. Снимает, ну не сказал бы, что оно качественно, но приемлемо. Плюс удобное меню. Меню реально очень, тоже совсем удобно, но она, там есть русский язык, кнопочки прорезиненные. Вот так это у меня что. И батарейка здесь, конечно, написано, что нет одной черточки. На самом деле там всё нормально. Если включить, поставить, он надолго хватит. Так, тут у нас 8 батареек. Даже разные. Почему-то я купил 6, думал на 6, но оказалось на 8. Плюс записывается звуком. И звук вполне такой приемлемый для такой штуки. Плюс можно посмотреть потом видео. Табаканчики. Вполне так удобно сделано. Сейчас я покажу меню. Видно, не видно. Будет. Ну вот, мне не совсем удобно снимать здесь. Тут такое меню. Режим. Ну тут режимов несколько. Фото, видео и еще какие-то там непонятные для меня. Что он по-нерусски. Вот. Я только видео поставил. Вот с этими, ну это перезапись. Выход даже есть. Смотрите, как много. Пароль даже можно ставить. Ну пароль, конечно, не знаю, зачем нужен здесь. Если кто-то украдет, не может войти. Посмотрите, какие ролики здесь сняты. Ну вот режим фото. В принципе, вот. Больше тут ничего сложного нет. Очень удобно оно крепится к дереву. Здесь есть даже место для штатива. Можно его на штатив ставить. Так, а здесь вот это вот я не... А, это выход, видимо, для телевизора. Тут можно ищут. Тут еще какой-то крючок есть, не знаю зачем. Кстати, я даже не разобрался. А, вот этот индикатор. Если его включишь, когда включаешь его, загорается лампочка. Секунды три мерцает, потом выключается. Больше никаких подсветок нет. Единственное, когда темно, ну это дома проверял. Вот здесь вот мерцает, ну просто тут индикатор. С красными лампочками. И он загорается, но все равно его, так, плохо видно. Не знаю, как будет в темноте совсем, когда темно. Потому что у нас сейчас полярный день. Но я собираюсь его ставить зимой на лыжи, когда буду ходить. Так что, вот здесь вот для замочка. То есть, если кто-то возьмет его, увидит замок и не станет брать. Именно на это рассчитано, но не знаю зачем. Вот такая штуковина. Ставил ее в ту субботу. Да, в ту субботу ее ставил. Пришел в среду. Вообще пусто было. Никакой, ни одной записи не было. Ну и я забыл вставить телефон, карту памяти. Поэтому я ничего не снимал. Сейчас я покажу, как я ее снимаю. Плюс я покажу варианты видео, которые получились. Он реагирует даже не на весь ветер. Не на сильные порывы ветра. Он начинает тоже снимать. Но не всегда. Там показано будет на виде, как дерево шевелится, на котором он пристегнут. Ветер довольно-таки, видимо, сильный был. Дерево не особо тонкое. Толстое дерево. И вот так шевелило. А еще минус. Он не видит карту памяти на 32 гектара. Он ее вот эту вставил. Он почему-то ее не видит. Самсунговская карта. Хорошая. Видит 16-ти гектарную. В принципе, если ставить на неделю-две, ее хватит. У меня же стояло неделю. Но обычно, как делают, сколько я видео не смотрел. Ставят камеру. Через две недели приходят, снимают. Или меняют. Так как аккумуляторов и батареи хватает надолго. Меняют карту памяти. Это берут себе, которая стояла. Ставляют новую. И опять стоит фотоловушка. Это выполняют свою работу. Плюс на этом экранчике еще можно посмотреть то, что снято. Я пришел, там у меня было 37 видео. Ну, если не особо удача, я зато покажу качество. Еще минус, что он не широкоформатный. По крайней мере, у меня не получились широкоформатные. Может, там есть какой-то режим, когда у него еще не дошел. Вот, ну, все, приятного просмотра. Посмотрите качество снятого материала. Я, конечно, не все видео выкладываю. Ну, вот помет. Такой везде валяется. Говорил. Вот тут много. И везде вот он здесь. Здесь звери ходят. Ну, или ходили. Не знаю. Там, где я поставил ловушку, там, там, короче, много было потоптано, кстати. И решил в этом месте, думаю, там, значит, ходят они. Но, сомневаюсь, что что-то попалось. Такое-то у меня предчувствие. Немножко стало зайти. Так, я посмотрел. Там какие-то 37-файлы записаны. Я не знаю, что это. Может, конечно, это... Просто ветер. Ну, на всякий случай я... На всякий случай. Карту памяти поменяю. Карту памяти поменяю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...